Привет всем! Продолжаем отвечать на вопросы. И следующий вопрос звучит так. Что есть уникального только в японском буддизме, чего нет в других? Ну, кроме различных течений. Это очень сложный вопрос, потому что мне трудно вывести уникальность. Давайте я приведу пример. Что есть уникального в яблоке, чего нет в других фруктах? Очень много, но когда мы будем пытаться как-то охарактеризовать эту уникальность, мы, наверное, будем сталкиваться с тем, что есть фрукты, у которых вот это качество тоже есть, есть фрукты, у которых этого качества тоже нет. Например, мы скажем, ну вот яблоко, оно круглое, а груша, она не круглая, но апельсин, он тоже круглый, мандарин, он тоже круглый. Яблоко, оно бывает разных цветов, ну, есть другие фрукты, которые бывают разных цветов. Яблоко, что еще можно сказать про яблоко? Оно слегка сладкое, но слегка кислое, такое тоже есть. То есть с буддизмом примерно так же, с японским. Есть какие-то черты японского буддизма, которых нет в других странах. Например, в современном японском буддизме, как я уже неоднократно говорила, священники-монахи, монахи-монахи не могут вступать в брак. И да, наверное, с точки зрения какого-нибудь тибетского буддизма, это вау, уникально. Но если мы рассматриваем традицию европейскую, американскую, она есть, то там то же самое в целом. То есть, да, конечно, оно все впечатлялось в основном японским буддизмом, но оно есть. Опять же, как раз наличие разных течений усложняет разговор об уникальности японского буддизма. Потому что, например, у нас очень многие линии японского буддизма вышли из традиции тендай, которой, кстати сказать, я принадлежу. Но есть и те, которые из нее не выходили. И то, что будет характерно одним течением, потому что они основываются на изначальной вот этой философии школы тендай, их нет в других. С другой стороны, они, опять же, друг на друга влияли, поэтому в какой-то степени то, что было в тендай, повлияло на другие течения. А то, чего изначально в тендай не было, пришло в него из других. Поэтому, чтобы такого выделить. Может быть, я бы сказала, что как раз похоронная сфера, вот это очень сильная связь японского буддизма с похоронной сферой, и его сложные взаимоотношения с этой сферой, наверное, делают его достаточно уникальным. Потому что в других традициях нет такого, что буддизм целиком и полностью занимается похоронами, и можно заниматься только похоронами, ничем другим. А те, скажем, линии буддизма, которые основывались изначально на японском буддизме, но ушли в другие страны, они отвязываются от этой похоронной темы, им это уже неинтересно. Тогда, ну, наверное, я бы сказала, что да, именно это уникально. Уникально то, что в японском буддизме храм или имеет кладбище, или должен как-то пояснять, почему у него кладбища нет, почему он не занимается этой кладбищенской темой. Наверное, это единственное, что по-настоящему уникально в японском буддизме. Ничего другое сейчас в голову не приходит. Но в комментариях давайте вспоминаем, может быть, кто-нибудь другой что-нибудь вспомнит, это то как-то нехорошо сводить все исключительно к похоронной тематике. Давайте, помогайте мне, товарищи. Ну ладно, пока на этом закончим. Пока-пока.